Доброго доброго утра! Всех с понедельником! Вас приветствует Багера на канале Дневник Багера. Город Мариинский Посад, Республика Чувашия. Не забываем ставить товарищей лайки, нажимать на колокольчик и подписываться. Всем, кто подписался, огромное спасибо! Всем за комментарии спасибо, девчонки! Что я хочу сказать? Хочу сказать и я. Очень важные события там всякие разные. Время сейчас у нас 4.25. Наверное, надо посмотреть. Встала я в 4. Проснулась как обычно. 4.35. Да, 4.25, девочки. Время. Готовлю я кашу с тыквой. Сейчас я вам покажу, как я готовлю. Я делаю все на глаз. Вот у меня водичка. Тыква вот так нарезана, такими кусочками. Тыква хорошо разваривается. Я люблю крупными. Раньше я на терке терла, девочки. А сейчас вот я люблю крупными. Прямо, чтобы чувствовалась тыква. Я вот ее положила, да, водой залила. Она уже разварилась. 15 минут она разварилась. У меня нам это пшено. Где-то грамм 150 я закладываю и доливаем молоко. Вот. Вот это дело. Так все выглядит, девочки. Конечно, кашу я очень люблю, девочки. Но я люблю есть печей, чугунки. Ну, сейчас не печей, ни чугунков, ничего нету. Приходится вот так делать. И, конечно же, на домашнем молоке, девочки, люблю. Вот что. Вот. Дрела молочка. Сейчас еще добавлю другую пачку. В этой пачке закончилась. И все. И так оставляю. И она варится. Что, девчонки, хочу сказать вам, моя красавица. Короче, я не нашла, девочки. Этот, как он. Эти вчерашние видео, которые снимала, все обыскалось, но они у меня исчезли. Видимо, удалились. Все искала. Везде, везде, везде. Ну, удалились, девочки. Вот я говорю вам, что у меня памяти не хватает. Я не могу управлять. Я хотела перебросить их на этот, на CD-карту. Нету там. Нету. От слова совсем, понимаете? Просто нету, девочки. Если было бы, я бы выложила. Мне не жалко. Я же записываю для вас. Вы думаете, что я записывала, записывала и сама удаляла? Нет, конечно же. Нет. Я никого не делала. Короче, удалилась? Удалила, да? Удалила сама. Я пыталась или бросить, видимо, и она удалилась, девочки. Переместить. Я нажимала переместить. А там написано было сюда. А куда сюда? Я не знаю, куда сюда. Я думала переместиться на CD-карту. У меня нету помощника, да, чтобы мне подсказал, кто-то помог, да. Все наобум делаю. Коля в этом тоже ничего не разбирается. Вот. Ну, вот так вот, понимаете, девчонки. Не обижайтесь на меня. Я хотела на две части ролик разделить, а потом думаю, ну, глядь, переброшу, да, может быть, сконвектируется. Нет, нет. Не на CD-карте, нету, нет памяти в телефоне. Корзину я почистила. Кстати, я когда корзину чистила, да, я не видела эти ролики, когда я корзину чистила. Вот. Не знаю, ничего не могу сказать, куда делась. Если бы знала, бы сказала бы, девочки. По поводу шицу хочу рассказать. Там кто-то меня спрашивал в комментарии, да. Вот. Вот эта женщина, которая продавала шицу, которую я хотела купить, я уже была настроена купить, да. Там уже нашли в интернете у меня, мои зрители, эту шицу и видели все это, да. Ну, я, знаете, девочки, я так подгляделась, фотографии нереальные, на реальные фотографии не похожи. Вот я просто сравниваю со своими фотографиями, да, своих собак. И как бы вот с этой собакой. Ну, есть люди, которые сразу видно, что реальная фотография. Это как с картинки, понимаете, как фотошоп какой-то. Ну, неважно. Я ее просила, что я вам вчера в том ролике, в котором записывала, да, когда Казань, поездку в Казань, девочки, я вам рассказывала про этот шицу. Ну, факт то, что ролик не вышел, приходится рассказать в этом ролике. Я расскажу. Значит, что? Как вышло у нас все. Я сейчас выпила большой бокал горячей воды. Ну, как обычно, уже дело привычки, уже, знаете, уже не забываешь даже. Хотела забыть. А не получается, потому что пить хочется. Прям скипятила чайник и попила. Сначала дуешь, потом уже пол бокала выпиваешь и нормально. О, смотрите. Вообще моя ляля. Никакой принцессы. Принцессы. Трудные названия будут. Принцесса, принцесса. Что я буду на улице кричать? Принцесса, принцесса. Лялечка. Пчелка хотела назвать Лялечка. Пускай будет Лялечка. Вот она. Вот она моя пришла. Где бабушка, там я, она. И вон Оська с Буськой со мной ко мне пришли. Мои собаки. Я их так люблю. Вот честно скажу, я их обожаю. Вот знаете, я своих собак люблю больше, чем кого-либо из людей. Ну, естественно, не считая моей мамы и моего сына сможем. Вот, естественно, я их люблю. Но я имею в виду вообще посторонних людей. Мои собаки намного лучше, чем какие-то посторонние люди. Понимаете? Они мне преданные. Они мои-мои. Они меня очень любят. И они, ну, как бы сказать, для них я все, да. Вот. И я их очень люблю. Вот. Они мне благодарны. И я им благодарна, что они меня любят. У нас такая взаимная благодарность, взаимная любовь. И, короче, вот что я хочу сказать, девочки. Я ее спросила. Я говорю, дайте мне номер телефона. Она, говорит, мне неудобно разговаривать. Ну, я думаю, ладно. Не дает час телефон, да, сможет попозже телефон. А как же покупать собаку, да, без номера телефона, девочки. Сами понимаете. Надо же договариваться, надо же встречаться, забирать собаку, да, передавать там деньги и все такое. Вот. И она говорит. У нее только было, как бы, отвечает она в сообщениях. Настройка, так у нее там была, объявление. Теперь я ей пишу. Ну, там стали списываться, что есть, туда-сюда. Да, там, короче, ладно. Я говорю, а можете дать подешевле, как бы, да, уступить? Потому что, ну, собачка уже взрослая, да еще и не развязанная девочка с 3 года. Думаю, может быть, подешевле даст. Она пишет нет и еще раз нет. Прям вот процитирую вам слова. Нет и еще раз нет. Ну, я говорю, окей. Возьму я у вас ее за 10 тысяч. Я говорю, приведите мне к Макдональдсу. Она говорит, у меня маленькие дети, я в разводе, мне ей так плохо, я никуда не поеду. Я ей пишу, я вам оплачу такси. Она пишет, я там-то, там-то живу. Ну, короче, я где торговля, в Бехтле. А я говорю, у нас машина там едут, эти попутчики. Она говорит, да, а как раз да, вот там. Я снимала видео и сняла вот этот вот Бехтле, девочки. Там видно, что едет машина мимо этого торгового центра, оно там сбоку стоит. И, короче, это, при въезде там в Казань. Ой, я говорю, ну, я говорю, вот мы будем во столько-то, во столько-то, вы мне можете передать собаку? Она говорит, да, да, такая, пишет, да? Я позвонила к водителю. Водителю, который нас вчера не забрал, уехал раньше, да? Не знаю, в связи с чем это связано. Вот он говорил, что он меня боится, я не знаю, что меня бояться, я что кусаюсь, что ли? Я с ним разговаривала спокойно, без грубостей, шутками, да? И, как бы, это, с чувством, с толком и с расстановкой. Не знаю, что он там испугался, обосрался, не знаю, девочки. Ничего не могу сказать. Это, как бы сказать, это чужая душа потемки. Сами понимаете, да? И я ей пишу. А она уже, я говорю, сейчас я пишу с водителем. Ладно. Теперь, короче, я ей пишу. Мол, дайте мне номер телефона, пожалуйста, потому что у меня приложения Авито на телефоне нет. Я пользуюсь Авито через ноутбук. Вот, и как бы, как же я в дороге не буду уже брать себя в ноутбук, да, и все такое. Как же мне надо же будет с вами списаться, договориться, да, чтобы вас не потерять, чтобы вы меня не потеряли. Чтобы, ну, купить собаку у меня, девочки. Да, я готова была купить на 10 тысяч собак. Вот, она мне понравилась. Все, да? Ладно. А она уже вышла, короче, с Авито. Ее не было на Авито. Хотя, когда я ей первый раз написала, посмотрите оно как, смотрите. Когда я ей первый раз написала, ее тоже не было на Авито, она сразу, я смотрю, зашла прям сразу моментально в сеть. У нее, видимо, в телефоне стоит приложение Авито, девочки. И сразу видно, когда пишешь этот на Авито в сообщении. Прям сразу зашла она, даже не прошло минуты. Видите, вот она сначала такая жидкая, а потом она разбухнет, это пшено. Вот. Вот так, девочки, готовится кашин. Ну, на домашнем молоке я могу вам сказать однозначно, каша вкуснее намного. Ну, сейчас, знаете, даже хорошего... Если честно сказать, немножко отхожу от темы, извините. Сейчас даже хорошего, нету домашнего молока. Веры никому нет. Это, ну, как бы, это раньше было хорошее домашнее молоко. У меня бабуля Царство Небесное покупала у соседки. У одной и той же, да, она покупала молоко. Это приносила к ней домой четверть-два раза в неделю. И бабуля вот ставила в холодильник, да. И сутки стояло молоко. Полбанки, прям полбанки. Прям было сливок. Густых-густых сливок было. Полбанки девочки трёхлитровой. И бабуля, значит, с утра вытаскивала это молоко. Через сутки, да, с холодильника сливки снимала. Оно как сметана была. Полбанку. Полбанку полную снимала. Потом она остальные размешивала. И вот эти сливки, как сметана, то бишь, да, вторая сметана, она использовала как сметану. Вот. И кипятила. Какао. Какао кипятило. Вот этот золотой ярлык. Какао было прям сверху всегда вот эти жирные звёздочки. Я говорю, бабуля, ты что там Царство Небесное? Я говорю, ты там масло сливочное кладёшь, что ли? Она говорит, нет, Толя, какое масло сливочное? Это такое жирное молоко. И вот готовила каши, девочки, она. Позвольная моя бабуля, конечно, будет плохо, Мария Михайловна. Ой. И Аркадий Леонидович, позвольная, будь плохо. Царство Небесное. Всегда, когда я их вспоминаю, я всегда вот так говорю, девочки. Ну, не знаю, у меня уже, наверное, так положено, дело привычки, да? Вот. Что-то пищат мои красавцы там, мои красавицы пищат. И что я хочу сказать. Она, значит, не заходила. Ну, Авито. Так, Удика, что ты делаешь тут? Вон, вот, смотрите. Так, ну-ка, не балуемся. Вон, вон. Вот мои, вот мои. Вот мои. Так, Ося, ну что ты делаешь? Ты что с ней делаешь? Ты что с ней делаешь со своей дочей? Ося. Ой, тюбатюшки. Не трогай ее. Ты такой большой, и она такая маленькая. Трогает он ее. Козленок маленький тоже. Длинноногий. Вон. Вон. Муж законно спит еще. Время у нас, видите, 16.35. Ну и вот. И, короче, что я хочу сказать. Извините, потому что повторяюсь, но потому что это, как бы, не запутаться. Мысля, чтобы не ушла. Ты что плякаешь? А что ты плякаешь? Ты что плякаешь? Тебе скучно, да? Вкусно, детенки мои, прямо такие. Ей скучно, девчонки. Ей скучно, да. Потому что этот конь с яйцами, как говорится, да, бегает возле нее и не дает ей покоя. Да, моя. Да, моя девочка. Обижает ее. Она плачет. Она очень нежная. Еще я сегодня не убираю. А я еще вчера, девочки, так и не убралась. Валялась вчера, кино смотрела. Буду сегодня убираться. Куда мне спешить? Ну, смотрите, смотрите, что делается. Ну, посмотрите, что делается. Посмотрите, что делается. Вот где я, там они. Посмотрите. Красавцы мои. Посмотрите. Видите, что творится? Вот как вот. Вот как их не любить, этих засранцев и засанцев. Так, это куда полезло? Это куда полезло? Сумасшедшие. невозможные я так плякся маленькая невозможная когда платье сегодня ночью просыпался несколько раз а хочется вылезти из этого за решетки хочет гулять бочку кладу и он она сосет и засыпает вот так а сейчас уже и не хочет сосать уже просто хочет бегать-плегать бегать-плегать мы хотим мы хотим гулять и все такое и все мы поэтому и платим можно мужа не можем сидеть и все такое вот вот такие колески мы прям лапуле лапуле прям бабушка будет носить эту лапулю она такая красивая красивая вырастет да я не хочу ее приучать к постели да чтобы она спала как мои собаки ну девочки знаете что коля коля балуй да он берет если она плачет он берет ее кладет к себе и вот так в обнимку лежат они куда деваться наверно тоже будет на кровать ложится что вот с ними делать будут будем спать в короче это сколько нас будет пятеро марином нам кровати будет вода и вот и так что я рассказала она значит а не заходила больше на авито потом она зашла через сутки зашла через сутки когда я уже приехал сказание что ли да получается и как я уж не помню девочки но неважно короче она зашла она прочитала в дамбе сообщение проснул прочитала и поставила на объявление бесплатно то бишь отдает она собаку бесплатно вы представляете она сняла цену но я оставляю комментарий все что они думают что человек не дает номер телефона что человека придет безбожно вот да да почему я не должна оставить комментарий почему она должна значит она какая-то аферистка проходимка значит она что-то делает мы какие-то махинации вот почему я должна позволять да чтобы она обманывала людей у нее со мной дело не прошло она может что-то хотела сделать но она видит что тут что-то не уже не получится да вот провернуть там неизвестно что за махинации там в интернете всякие объявлениях даем делают махинации естественно все мы знаем вот как она это делает я не знаю что-то тут и тут что-то не то и короче я написала что человек не дает номер телефона и что по известной мне причине я хотела купить собаку что она врет безбожно и короче вот так вот еще что-то написала и она тут же она берет короче через десять минут удаляется сообщение удаляет это объявление понимаете удаляет полностью снимает его совета как будто бы думает что отзыв тоже уберется но вот за фон никуда не убирается вот фасал остался она даже на этот отзыв могла бы мне что-то ответить она ничего не ответила свое оправдание потому что знаете что она чует чует да что она попалась короче на удочку да это уже копить дать вот такая ну я так и думаю что какая-то мошенница что-то она там мутит крутит я уже говорила да и мама тоже самое сказала моя вот конечно же я расстроилась да что все же попал себя мошенница ну слава богу тут со мной ничего не получилось да чтобы я там и какие-то деньги пересылала да чтобы обманом путем ну как бы она нам не заработала обидно то что ну как бы не купила я да я уже человек понимаете я очень доверчивый человек честный человек порядочный человек и я понимаете верю людям я думаю уже все у меня уже настрой когда я с ней списывался у меня уже прям был настрой что уже все все я набрано пути я же водитель сказал что надо забрать собачку да я уже все настроил что я ее куплю девочки понимаете вот так уже прям вся такая настроение было и конечно когда так она пакостно поступила естественно мне это очень было прям ну явно очень неприятно согласен со мной вам бы было бы это очень неприятно а кому это приятно кому никому это неприятно что такие бывают твари и сейчас не то что бывает их сплошь и рядом вот сейчас не буду солить кашу хочу знаете девчонки этот и не солить потому что собачки надо давать без соли да сейчас она у меня сварится я просто для щеночка положу немножечко там ну пару ложечек там в одну ложку даже 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 и все а потом подсолю что делается посмотрите я не знаю что они там грызутся что это такое иди сюда давай клетку вся вся хоть пищать я что хочу сказать я вчера дала девочки вот корм размочила немножко да уже подсох опять но она съела где-то это семечки две-три детский корм трех недель девочки он дается хороший корм и молочком так по поводу тимки звонила андрей говорит когда привез первые два-три часа говорит он такой как этот не живую не живой не мертвый город был у меня говорит такой скованной ну правильно девочки тоже чужая квартира до чужой запах чужие хозяева до чужой хозяин естественно это естественно реакция то что тут уже не пахло домашним нашим запахом да и не был рядом собак и конечно же его любимых бабушки с дедушкой естественно вот а потом гордон оправился говорит молочка попил газ хорошо гордон молоко пьет он так он кушает хорошо вот сравнению с лялькой все каши свалил девочки вот сейчас я вам покажу не буду переваривать уже загустеет посмотрите вот сейчас я положу я их и подсолю такую вкусняшку вот так вот она или масло сливочное сейчас положу и вот естественно реакция это нормальная потом стал пить молоко крутить гастал хвостом и бегать прыгать молодец молодец и все горды все хорошо горды я горды у него тоже такой же загончик есть туда который посадил еще кто нас хорошо я думаю 3 ложки положу пускай будет может быть этот вот так может быть этот съезд очень хуже не станет от этой каши пускай кушает вот сейчас я посолю и положу сливочного масла девочки сливочное масло заканчивается я всегда покупаю когда скидка по две-три пачки когда четыре у меня все вот это последний кусочек надо будет купить я масло кладу немножко вот так вот видите чуть-чуть сегодня пойду сейчас я завтраком всех накормлю пойдем в больницу маму с мамы конокринологу потому что мама без меня не пойдет это обычное дело понимаете это мама у меня такой человек она ну не пойдет она вот она скажет пойду пойду она не пойдет сахар поднялся все же да сейчас у меня сахар упал нормально и как бы с утра натощак он вообще у меня был до 12 девочки я вам честно сказал сейчас началась писал метро пармен канон может кому-то будет интересная информация и сахар 8 и 2 что это тоже как бы нормально должно вообще знаете у сахарников сахар должен быть 7 это мне говорили в эндокринологическом центре вот где я была не выше поэтому я 13 еду на прием сюда а в этот дом в госпитете ветеранов еду и сейчас я хочу что у меня сегодня какая цель я хочу у нас главврач она же эндокринолог она же вот у мамы закончились тест полоски уже две недели закончили она же не ходит в лес и дня когда вот надо круть из носу с мамой и все чтобы маме дали рецепт на полоски ей дадут но это же моя мама баба бестолковая и сахар на 14 девочки 12 с этим это с полосками и смотрят форточка открытая форточка открытая потому что я здесь готовлю и окно начинает потеть я не люблю когда окно у меня потеет я хоть зимой хоть летом когда готовлю когда идет испарение я всегда открываю форточку вот так на микро так вот открывай короче да и все теперь что хотела сказать еще я буду записывать теперь одним роликом все потому что если конверсировать я ничего не буду маленьким роликом записывать не буду девочки потому что труба дело труба просто труба сами знаете уже два раза вот так получилось все очень плохо мне маме надо взять сегодня у нас она сама главврач принимать 9 по понедельникам она работает она эндокринологом девочки я не знаю как она то выходит он не выходит как врач надо мне к ней попасть на прием для мамы спросить направление в эндокринологический центр туда чтобы ей дали да потому что там чтобы менять какие-то таблетки нужно обязательно туда поехать сдать анализы и они там редактируют таблетки врачи вот ну хорошо такая система чем раньше не пойдем тем она раньше поедет но конечно и на 13 уже не дадут когда я еду конечно же и дадут соответственно попозже опять же придется ехать с мамой потому что моя мама она не знает дороги она не помнит девочки мама вообще с память становится плохо каждым годом куда деваться понимаете я знаю что меня ждет впереди что будет у нее деменции девочки еще с этой шизофрении она мне постоянно жалуется что к ней ходит там сосед и ей подкладывает а ворует короче грибы и поменял черные грибы и подложили белые забрали девочки я уже рассказывала что творится с моей мамой я исправить это ничего не могу сейчас я знаете что буду варить вот у меня тут бульон с этими шеями с гусинами я сюда ставлю гречку помыла гречку ставлю гречку собаку поставлю собакам греченную кашу на бульоне бульон очень наваристая показывала вам я ничего изменить не могу она мне вот пришла и вообще так когда мы созваниваемся она мне вот так мне надоели надоели эти люди какие люди она думает что там коли сосед этот алкаш где там все портит все меняется подкладывает но девочки это уже много-много лет я уже рассказывала что раньше она обвиняла во всем меня болички добавила слишком жирно будет раньше она обвиняла хочу прям позже сделать раньше она обвиняла меня во всех смертных грехах понимаете это был раньше когда мы с ней жили когда я почему рано от нее ушла потому что снижить невозможно да снижить невозможно я была во всем виновата что она тогда была молодая не старая а вот подобие что запринение что и попаду нашу для не то ли это был врачу а тут вас еще рассказывал был полковником у моей тетки можно и вот он и поставил взял что я ей там подкладываю все это потом стал снижить массажители вот покойный царствование небесная лёша а потом лёшка слова все виноваты во всем лёша стал виноваты должен и подкладывал меня все девочки ну короче тяжело тяжело сейчас вам скажу вот смотрите я коли сейчас я положу кашу взял я ему бутерброды вот это калище завтрак вот такие бутербродики три бутербродика девочки вы видели я покупала этот вот эти нарезки мы сделано и кашку положу не дай кисель ему наливать или кофе потому что кисель тоже надо пить кисель я не пью потому что он очень сладкий девочки а кисель хороший поздравляю пить кисель хоть она не любитель киселя а кисель кстати очень полезной девки вот блять если бы не сахар дай я выпила очень сильно люблю честно скажу я не знаю коли просто выживается всю жизнь я заду коли добавить сахар еще в кашу а ягода может положить да нет ягода замороженного блата этих оттаять девчонки надо было ягода то вот кашка ему так смотрите ну ладно сегодня он поезд у меня сахаром а потом я то ему сделаю какого видите какая хорошенькая кашка с ягодами потому что сейчас я их не отшипели не отшипели девочки мне не жалко думать еще мне жалко я к для колю что просто не очень замерзшие я сейчас достану для себя пускай не покатаете пока завтракать не собираюсь вот так а может быть сделаю кольки кофе с молоком я даже не знаю он скажет ему надо сейчас не знаю не знаю он далела воде поставила гречку тут этот как его он еще плавают несколько там этих шесть вот собаки ну какой собаки ну какой угадайте какой собаки варю конечно же гуськи гуськи не ест вот куле обед вот каши да вот это булгур гуляш и короче вот эта солянка я готовила эту солянку еще весной но она у меня замороженные девочки лежала в морозилке я оттаяла и вот поле не положил несколько ложек вот такую колечки обед вот у меня здесь она вот заморожена потому что мы кушали кушали и короче остатки уже надоела солянка я ее положила и заморозил сейчас я достала таял надо потому что есть вот и все что есть эти какая желтая какая вообще до зористая кашка вообще классная так у нас девочки протекает утро колечки положу будет на кушать ребенка моя мой большой ребенка а куда деваться куда девочки деваться с подводной лодки вот так вот а вот у меня мама такая да маме все там кажется что и там меняет и все такое ну короче ну это дело уже вообще никуда не годится я знаю что меня ждет впереди все хорошо знали не ждет я хотел стать достала ложку а хотел кисель помешать пускай пьет хочу а что скажешь очень хорошо кисель леона чашка еще плохого не вижу правильно колька у меня короче пьет мало девочки вообще жидкости вот жидкости он пьет мало писает он ночью практически не встает писать наберешь я парочка открыла он хоть проверяет форточку закрыла ее трясется коль у меня очень сильно такой знаете человек мерзнущий да он теплолюбивый человек он очень вот знаете вот не любит когда форточка открыт открыта он сразу начинает шипеть как змея да 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 трястись он на улицу всегда одевается тепло подштанники штаны одевает всегда он берегет свои простату это очень хорошо с одной стороны насчет одежды девочки он всю жизнь с молодостью одевается тепло это говорит он мне рассказывал что это у него когда он учился в этом специтернате да он уже учился у меня для слабошлыша глухонемых девочки там объясняли как одеваться и что с детства короче их так воспитывали и что надо делать я хочу немножко добавить молочка в кашу и разжижить ее для щенка потому что она густая и он так и поэтому приучил сейчас смотрите ляльки как я сделаю видите молочка добавила вот так вот видите молоко стерилизованное ничего очень хорошо вот как съест так съест хоть полежит да как может а чё очень хорошо пускай так и будет Коля иди-ка сюда калеч калеча иди-ка сюда подожди кто-то у тебя мусор на этот на кофточке зайчика поздоровайся здорово здорово зайчика не хочет здороваться он не в настроении калеч вот там от контейнера крышка туда упала надо достать я не могу туда наклониться крышка лежала на батарее от контейнера девочки крышка и надо ее достать упала нам надо покупать новый контейнер потому что уже одна створка уже сломалась у нас уже ломается короче второй контейнер так створка хорошие контейнеры крепкие они как бы держат хорошо вот он едят сухой корм девочки вот и я сейчас разбавляю новый вчерашний корм грейфель да вот с этим как он называется то забыла я с этим спротман кушают кушают так где у меня лялька у нас работа девочки тепловой вентилятор потому что у нас отопления нету вот всю ночь работа девочки света конечно много намотает но что делать мы не должны мерзнуть и реально не должна мерзнуть вообще она же маленькой тем более сейчас я уже отключу всю ночь потому что ну дома прям этот вот тут комнате там жарко не хочет кашу не хочет посмотрите первое второе и компот как говорят да не хочет такая малюня так будет ячу 2 а бушка тут как тут потому что она хочет прям у него стащить эту кашу да я знаю вы все пошли и выпить молоко потому что вот и не имется блять сейчас вам сварю и дам гречки она же должна свариться надо же время жить я же не могу все прям вместе варить им как они хотят по щучьему велению взрослые собаки пускай ждут детсад колечко отдел новые носочки из овчины тут овечка нарисована ой ой я не могу ну там нет конечно овечки наверное не знаю может есть вчера прогнала стиральную машину прогнала ее прямо с лимонной кислотой перед сном 95 градусов у меня больше выше температурной машине не ставится вот я ее прогоняю девочки раз полгода но что-то я в этот раз забыл месяца восемь недель тому назад прогоняла может 10 даже прошло жопка посмотрите морда морда смотрит на мать я вот ночью вставала смотрела да ну в туалет ходила она вот так вот смотрела она просто лежала и открытыми глазами смотрела на меня когда я вставала тия иди ешь давай она сытенькая обычно когда она голодная она кушает так надо сейчас выпить будет эндопамид вчера в дорогу я не пила эндопамид надо выпить позавчера пила да это тоже не пила вчера магнит большинство выпила перед сном угу Оля я не знаю почему игрушку сюда положил до сего он ее сюда положил но она еще маленькая для такой игрушки она еще девочки не играет с ней она твердая для нее бегает игрушка засыпает засыпает на ходу засыпает он видите засыпали глаза закрыла ну растущий организм что вы хотите растет растет ребенок куда деваться спим кушаем писаем какаем бегаем и опять спим маленькая хорошенькая девочка ну вот как бы вот я вам рассказала да как случилось у меня по поводу собаки вообще как у нас обстоят дела сейчас мамы сейчас я позавтраку где-то часиков шесть я сейчас еще кипятка налью еще бокальчик выпью время пять часов еще бокальчик кипятка выпьем таблеточки выпью и допамид сейчас я выпью потом шесть часов я выпью без опролол и что я пью это не ларисту а лазертан девочки лазертан сотку вот потом я буду завтракать перед завтраком я сейчас начала опять пить мези у меня потому что отрыжка начала какая-то вот это вот с тухлым яйцом я пошла к врачу и врач сказала принимайте потому что плохо работает это поняли чем плохо работает мизин надо еще купить мизин мизин заканчивается сегодня надо купить активированный уголь закончился вот и мизин и после еды я выпью этот это фарминка ну вот так все всем спасибо за комментарии всем спасибо за просмотр девочки я хотела бы вас попросить я выпустила вчера шорс с осиком с молодым далекой молодости там осик и оскар его брат комментарии по моему никто не оставил оставьте пожалуйста будьте добры комментарии вот вот это я вчера искала тогда ролики которые потеряла которые записывала шкар уехала я вообще даже не думаю что он у меня там где то лежит далеко далеко этот ролик и вот я его нашла и короче этот выложила будьте добры я вам буду вам очень признательно оставьте комментарии кто сможет можете поделиться этим шорсом все всем отличного настроения берегите себя и своих близких ну а с вами как всегда я Багира на канале дневник Багира не теряемся не рассасываемся всегда ждем моих роликов ну короче все всем пока пока пока